Всем привет! Сегодня вечер, четверг, в эфире передача на Туре. Сегодня мы сразу всем составом в эфире. Это Максим Киселев, Дмитрий Ершов, Михаил Мерекулов. Прошло две недели, было очень много интересных событий, о которых мы сегодня поговорим. Поговорим о двух дивизионах А и Б, но, конечно же, начнем мы с Еврокубков. Это то самое главное, ради чего играют команды, к чему стремятся. Ну и для нас, как журналистов, это самая интересная пора. Хорошо, что у нас на стадии полуфиналов есть наши команды. Конечно, хотелось бы, чтобы их было гораздо больше и чтобы все вышли в финал. Но это футбол, это спорт и где-то теряем, где-то мы получаем. Поэтому начнем мы с Лиги Чемпионов. Титан поехал в гости на Флотскую 64 к ЦДК. ЦДК, напомню, действующий победитель континентальной футбольной лиги. Мы говорили о многих проблемах Титана с составом, психологией 5-10. Но это был один-единственный матч. Это матч полуфинальный. И здесь могло случиться что угодно, как угодно, можно было настроиться. Не получилось. Ребята, вот скажите мне, коллеги, какой у вас осадок остался после этого матча? Остался ли? Я, собственно, расскажите. Нет, никакого осадка особо не осталось. То есть, Титан проиграл, проиграл дома, проиграл в гостях. Ну, то, что произошло в концовке матча, когда Титан заканчивал в шестером. К этому мы уже привыкли. Не к тому, что Титан заканчивал в шестером, а к каким-то таким скандалам. То есть, какая-то обыденность. То есть, для тебя какого-то такого послевкусия, да? То есть, для тебя не было, да? Макс, что ты скажешь? Меня, конечно, расстроил вылет Титана. Поскольку команда показывает такой очень классный уровень. И то, что проиграли, да, Дима сказал, домашний матч. Но с минимальным счетом я все-таки где-то теплил надежду, что Титан пройдет дальше. Но я тоже, если честно. И, да, и то, что случился вот этот вот эпизод, да, неоднозначный, с неназначным пенальти, да. Вот мы обсуждали его здесь до эфира. Ну, в общем-то, если бы ЦДК вот как-то бесспорно выиграл, да, вот без этого эпизода, да, который, по сути, мог изменить вообще весь ход поединка и вообще его исход. Ну, да. Да, то тогда бы у меня осадка не было. А так, честно говоря, вот неприятные эмоции у меня возникли. Ну, тут вопрос не к ЦДК, естественно, потому что они-то не виноваты в этом, да. Они сделали то, что должны были сделать, судья не поставил пенальти, пошла тут же контр, и ЦДК, ну, мастера такого класса, они, конечно, реализовывают такие моменты. Но, опять же, да, вот в основном, конечно, все вот перчеркнула концовка, и шла какая-то, по-моему, 53-я минута. Вот, к сожалению, с нашей камеры, да, вот если смотреть трансляцию, мы абсолютно не можем понять, была ли там рука или нет, да, и говорить о том, что судья прав или нет, мы не можем. Но вот мы можем основываться лишь на мнениях свидетелей, свидетелей, которые там были, и большинство говорят, что рука была, рука была в неестественном положении, но судья вот примерно вот так вот, да, что было более понятно, было положение руки. Поэтому здесь, ну, вот сложно давать нам, так скажем, правовую оценку судейству, да, потому что, опять же, вот с нашей стороны, ну, мы абсолютно ничего не видим, но сам факт, что два удаления и недостойное поведение, ну, оно все-таки не красит ни команду, ни коллектив, ни руководство клуба. Я понимаю эмоции, да, сами все мы оказываемся на футбольном поле, я понимаю, что ты лишаешься выхода в финал, ты лишаешься каких-то премиальных, но все-таки, ну, всякое бывает в футболе, да, и сейчас судья, там, ошибся в ваш сторону, в следующий раз в сторону, там, соперника, и наоборот, понимаете? То есть я могу сказать лишь одно, что довести Алексея Медведева нужно еще постараться. Ну, до такого, до такого, Леша может иногда что-то на эмоциях как-то делать, но вот, чтобы вот грань, он никогда не переступал, да, я с тобой согласен. Вот здесь вот нужно было довести, как бы человек, его довели, да, некрасиво, да, нужно избавляться. Титан всегда и по игре, по футболистам, а хорошее впечатление производил, но вот сейчас, когда скандал за скандалом следует, то, конечно же, уже о футболе, в принципе, даже говорить не хочется. Ну да, и все, вот так пошла череда, да, и вот все, КФЛ, Лига чемпионов, чемпионат, все вот рушится, да, вот, идет не так, как надо, хотя весь сезон-то был таким гладким, вот они, проблемы сейчас оказываются где, да, и... Ну это тоже, в принципе, ожидаемо, это очень тяжелый график, потому что ты сам прекрасно знаешь, как выходить после КФЛ, играть в Лиге чемпионов, играть решающие матчи в чемпионате, конечно, это очень большая нагрузка, потом не только у Титана, у многих команд КФЛ забрал кучу игроков в плане травмированных, нужно сказать, что да, зарубы были серьезные, и, конечно, ни одна команда в целиком полностью, в полном составе не ушла. Ну, смотрите, ЦДК, да, играют одна из самых возрастных команд, возможно, из среднего уровня, да, я не знаю, там, Молдонину, да, уже тоже достаточно возрастной, Коряка, там есть, там, Авденко есть, там есть, ну, несколько футболистов, которые, ну, Смирнов, да, вы посмотрите, они вообще играют как железяки, и просите меня за такое слово, да. Смирнов уже лучше защитник КФЛ, да? Да, вы понимаете, он вообще без замены играет, и ни одной травмы. Посмотрите, ЦДК играет, все, кто играл на ЦДК, ну, я не беру те, кто, там, стороны, там, приходил, пятый-десят, там, Кроха, Зайка, да, который в аренде, в Зумруде, но вообще, я не слышал, да, что там кто-то ломался. А у Титана, наоборот, Севастьянов, да, травмирован, бушует, травмирован, и Агапцев с травмой играет по-прежнему, то есть, здесь, конечно, сказывается, и, как Иван Шамарин сказал в интервью, что уже этот футбол в печенках у всех сидит, но уже просто доигрывают на зубах. Ну, здесь вот мне, кстати, тоже интервью Шамарина понравилось, что, да, он, в принципе, не стал искать на стороне, он сказал, что есть, там, моменты с судейством, да, это факт, да, мы не говорим, то, что оно, там, предвзятое, что оно правильно, неправильно, ну, факт, момент, что он мог повлиять, там, какие-то моменты, да, могли повлиять на исход матча. Факт-факт. То, что это их проблемы, факт-факт, да, и вот мне высказывание Шамарина, кстати, очень понравилось, очень адекватно, хотя он говорил, Дим, да, по-моему, после игры. После игры на эмоциях и когда могла вообще, в принципе, драка возникнуть, в принципе, все к этому шло, да, и Ваня меня даже попросил, побыстрее, пожалуйста, задавай вопрос, а то иначе мне, возможно, придется помогать своим партнерам, да, давать отпор. Ну, это, конечно, вряд ли состоялось бы, да, но я имею в виду, что эмоции, да, вот атмосфера была именно такая. Да, это Вань давал интервью после матча Готагова, мы с ним поговорим, но примерно это отобрает суть и после матча Лиги Чемпионов, да, потому что была 53-я минута, счет 2-2, по сути, да, один гол, он, конечно, не выводил в полфинал Кита, но давал надежду на серию 10-метровых, это раз, во-вторых, забей 3-2 и, например, можно было в четвертый забить. Тут еще что обидно, что вот из-за этого эпизода потеряли концентрацию, побежали спорить и из-за этого еще и гол получили, который, по сути, похоронили. Ну, да, да. Если бы его не было, но 2-2 и еще 7 минут играть. Ну, да, с другой стороны, играй до конца, да, может быть, удалось бы вот эту контратаку, потому что там Назаров, он убегал, по сути, с центра поля уже один в один. Титаны, да, на нервах сейчас все кипит, бурлит, ну, понятно, что, как ты сказал, рушатся действительно. Да, ну, на самом деле я представляю эти эмоции, потому что я вспоминаю матч сборных Запада, когда мы в финальном засчитали гол при счете 1-1, которого не было, как бы, мяч не пересек, ну, там, ну, отчетливо было видно, и судья принимает очень спортное решение, и, понимаете, ну, ты вроде и ничего не можешь сделать, по сути, да, ты говоришь, там, судье там не было, и в тебе все кипит, и при этом, ну, вот, очень сложно, при этом и нельзя себя так вести, вы понимаете, ну, настолько это все сложно, и я понимаю, эмоции именно медведем. Все, что после игры, ну, это уже, конечно, вести, на мой взгляд, себя так нельзя. Тем более, если ты хочешь вот в когорту элитных команд попасть, и там, причисляешь себя к ним. Ну, где-то опыта не хватает, наверное, Титана в том же самом моменте, да, не нужно было спорить, нужно было как-то совладать с эмоциями, сразу же вернуться в футбол, вернуться на поле, предотвратить эту контратаку, не пропускать мяч, в общем-то, доигрывать игру, а уже потом разбираться, какие-то судейские, несудейские ошибки. Титан, вот, как-то, почему-то пытается все сразу решить, и в судейском плане, и на поле, ну, и, конечно же, этого, но это не всегда получается одновременно сделать. Поэтому, да, наверное, опытом где-то Титан обрастает потихонечку. Напомним, что все-таки команда не так давно, да, и в элите Запада играет, поэтому, наверное, растет, растет потихонечку Титан, ну, где-то набивает себе шишки. Второй полуфинальный матч «Гефест-Интер». «Гефест» выиграл 3-0 и вновь убил мечту Сергея Филина и «Интера» выиграть самый главный турнир Москвы, и напомню, что, возможно, и Россия на виду с КФЛ. 3-0, да, и северный финал у нас получается. «Гефест-ЦДК». Очень, кстати, интересный будет матч. Я бы даже посмотрел это противостояние Тихонова против Фолдонина на Сетунг-Парке, если честно. Надо как-то заманить их будет. Заманить мы можем одним, если… А, ну, «ЦДН» выиграл бы «Унижгар». Давайте мы про Кубок ФЛ поговорим, потому что шансов на то, что проведут на Сетуне, обычно Кубок ФЛ и Лига Чемпионов же они играют вместе. Подряд, да. Но, как правило, если есть команды, например, с двух округов, то, скорее всего, на Севере будет. Но «ЦДН», в принципе, какую-то надежду небольшую он ввел, что теоретически можно на Сетуне. Да, Дим, я согласен с тобой, Сет, но вряд ли. Ну, я так просто… Северяне нас не поймут. Да, да, ну, я так, знаешь, немножко абстрактно, да, и такую надежду подымаю, даю нам, чтобы увидеть вот этот шикарный футбол. Кубок ФЛ, «ЦДН» выигрывает «ЦДН» 3-1. Ребята, ну, для меня немножечко удивительный это был результат. Я рассчитывал, что «ЦДН» пройдет, но все-таки я думал, как-то там, может, по пенальти на тоненького. А тут так 3-1, причем достаточно уверенно. Ну, как и в первом матче примерно, в общем-то, так же, примерно такой счет и был, если бы «ЦДН» не позволил бы себе расслабиться, то, в принципе, примерно так же и все. Вот я поэтому-то и думал, Дим, что в гостях «ЦДН» может дрогнуть, и у меня нет уверенности, что «ЦДН» может вот взять, да, там, прибить «Нежгары». А вот после матча с «Цитаном», да, вот, кстати, я об этом хотел сказать. «Цитаном», честно говоря, «ЦДН» выглядит очень серьезным, про соперников, и мы говорили про финал, про тройку, «ЦДН» будет играть в финале с тройкой, что я ставлю на то, что матч будет равным, и не будет в нем какого-то такого ярко выраженного фаворита. Дим, ну, наш вот режиссер и оператор Роман Алтухов сейчас качает головой, и он говорит, что однозначно будет тройка фаворитом, но, возможно... Хорошо, можно спросить у меня еще раз, «ЦДН» будет однозначно фаворитом? А видел ли Роман игру «ЦДН» против «Титана» в чемпионате? Видел, 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 его это абсолютно не впечатляет. Ну, кстати, я здесь немножечко буду на стороне нашего оператора, все-таки я считаю тройку фаворитом в этом матче, но тройка хороша, и действительно... «ЦДН» в принципе в одном матче может, да, наверное, обыграть, но не знаю, пока для меня все-таки «ЦДН» загадка, понимаете? Вот, матч с «Титаном» меня в одном как разный матч убедил, но я не могу понять, пока, насколько «ЦДН» может вот на протяжении нескольких матчей играть. Ну, вот сейчас он сыграл два матча, да, хорошо там, и Кубок ЛФЛ дался чемпионат, посмотрим, что сейчас будет в чемпионате с «Мега Титаном» и финал. Может быть, уже придет опять спад. Вот пока у меня в уверенности, что «ЦДН» сможет набирать регулярно очки и обыгрывать соперников, у меня нет пока. А тут, мне кажется, уже поздно о спаде говорить, тут остается всего-навсего две игры в чемпионате и решающие матчи в Кубке ЛФЛ. И на мой взгляд, наоборот, сейчас «ЦДН» такой темп набрал и в такой форме к концу именно концовки чемпионата подошел. Ну, в чемпионате уже поздно, а вот с тройкой я с Димой соглашусь, что вполне 50 на 50. Я думаю, что тройка, если смотрела игру против «Титана» и два матча против «Нижгар», я думаю, что с опаской к финалу отнесутся и легко им однозначно не будет. И потом вспомните, что в матче с «Титаном» уже «Анти» принимал участие. Да, пока еще не в полноценных кондициях находится, но к финалу будет готов. Это очень серьезный подспорь. В матче с Успенским на втором поле с «Зуриком» я где-то перекинулся в пару фраз, и он мне так обозначил, что пока ему тяжеловато, держа немножко за живот. Ну, видно, да, что «Зурапа» поднабрал, но я думаю, что это дело в Риме. В Риме есть. В матче против «Нижгара» отличился «Воробьев» с пенальти, «Налетов» защитник и «Мамаду», собственно, «Майга» в концовке уже там в пустые ворота забивал. Кстати, вот этот момент не знаю, Дим, я совершенно у меня вылетел вот этот из головы. Но вы знаете, что ЦДН бьет третий пенальти подряд Титану, Успенскому и вот сейчас Нижгаром, и все три забивает, и два забивает Воробьев. Ну, Воробьев, в принципе, сейчас много забивает, в хорошей форме находится, и ему сейчас в целом дают место в стартовом составе, именно в центре поля. Иногда он лишался, да, вот, так скажем, прав на эту позицию. Сейчас тренерский штаб ему доверяет, а значит, он находится в хорошей форме. Друзья, ждем мы финал ЦДН «Тройка», он будет совсем скоро. Ну, а чем дальше мы идем вглубь нашего чемпионата, тем ярче у нас будет наше освещение, и тем приятнее будет говорить. Поговорим мы о западной премьер-лиге. Друзья, ну, было много топовых матчей у нас. Один из них ЦДН «ФКСП». Вот, пожалуйста, да, в прошлые выходные, центральный матч Тура, «ФКСП» одерживает победу 2-0, и здесь, ну, на каком-то на классе, можно сказать, прокуратура выиграла-то. Да. Прокуратура, знаешь, все свои матчи, вот даже проигрывает, такое ощущение, что проигрывает на классе. Вот, ну, серьезно, складывается такое ощущение, что всегда команда вот в полном порядке, и даже когда проигрывает, все равно гнет свою линию, все равно вот этот класс он чувствуется. Ну, вот сыграли команду очень осторожно, да, ни одни, ни другие не нагнетали темп, так выдержанно, ждали ошибки, и вот кто дотерпел, тот и выиграл матчи. Ну, вот, что можно было после этого, Макс, сказать матча? Ну, на мой взгляд, этот матч в том числе подтверждает то, какой ход набрала команда ЦДН. До 45-й минуты примерно, да, там, уже там, середина второго тайма шла, ЦДН вполне серьезнейшее сопротивление оказывал «ФКСП». Если бы не этот вот невероятный умопомрачительный гол за Икина, да, когда он с одной ноги на другую переложил и в 9 шлепнул, то, возможно, бы и вообще ФКСП не выиграл. ЦДН здорово выглядел в этом матче, да, может быть, там не такой был ураганный темп, как в игре «ЦДН-Титан», но ЦДН здорово противостоял «ФКСП», и вот этот момент решил, мне кажется. Ну, ты знаешь, мне еще кажется, что ФКСП играл где-то с запасом, потому что, как только вот темп увеличивал, все-таки было заметно, что ЦДН все-таки тяжеловато приходится. Да, могли бы дотерпеть, где-то отобрать очки, но все-таки вот где-то вот уверенность ФКСП, что вот они заберут вот эти три очка, она почему-то вот была. Ну, согласен ты с тем, что ЦДН провел хороший матч противостояния? Да, неплохой, неплохой, все-таки хороший, он провел в четверг уже, давай к этому матчу, с «Титаном». Даже вот, вы знаете, ребят, вы, кстати, работали на нем, я вот выделить-то фаворита не мог. Были мне какие-то вот сомнения в том, что «Титан» может и потерять очки. Ну, на мой взгляд, «Титан» все-таки был фаворитом в этой встрече, как раз, возможно, вот из-за той нестабильности ЦДН, о которой ты говорил. Но и даже, наверное, не из-за этого, а из-за того, что команда, в принципе, сейчас, ну, так скажем, не то чтобы на кураже, но когда ты идешь на первом месте, когда играешь столько матчей подряд, у тебя хороший тонус, и также у «Титана» есть и усиление, да, несколько игроков, поэтому, наверное, все-таки «Титан» я причислял к фаворитам, причислял еще и потому, что, наверное, важнее все-таки «Титану» эта победа, нежели ЦДН. Но, да, на поле мы увидели немножко другое. Мы увидели, что как раз у «ЦДН», наверное, чуть больше выделялся характер, чем у «Титана», ведь «ЦДН» именно два раза догонялась в высоту. Да-да-да, вот я тоже хотел отметить этот момент, что «ЦДН», ты сказал, что догонял, «Титан» ввел дважды, да, и, по-моему, уже к 20-й или 15-й минуте счет-то было 2-2, по-моему, да, уже? К 10-й минуте, 3-2 уже был счет, 10-й минуте. Да, к 10-й минуте, да, уже град голов был и забивали одни, другие было скользко, может быть, тоже поле могло повлиять, да, на вот эту быструю игру, на то, что передачи проходили некоторые, да, на тот же пенальти, может быть, не было скользко, его не было назначено. Но, тем не менее, по игре все-таки поиграли команды, ну, в такой-то точно открытый футбол, согласны? Да, футбол был абсолютно открытому. Очень контраст с ФКСП. Да, 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 и по скорости тоже, да, игра была просто очень быстрая, первый тайм вообще шикарный вышел и на голы, и вообще по игровой динамике, да, ну, и тут еще надо обратить внимание, что мало того, что «ЦДН» отыгрывался два раза, так он еще ведь на какой-то, на десятой секунде пропустил, а это может вообще большой шок быть для команды, да, там, как боксеры сходятся в схватке, и первым же ударом нокдаун. Но нет, тут же выправили, и, ну, совершенно классный матч провели. Вот мне кажется, что «ЦДН» как раз находился в состоянии шока, и если бы мы не увидели гол на первой минуте, то, скорее всего, получили бы сценарий примерно как с ФКСП. А, кстати, да, да. Вот, но мы увидели этот первый гол, и действительно «ЦДН» был шокирован вот таким началом события, но что оставалось делать? Что нужно завестись и быстро отыграться, что, собственно говоря, у «ЦДН» и получилось. И именно поэтому мы получили такую обоюдоострую игру на первых минутах, ну и в конце уже, ну, если уж, да, начал, то как отказываться, да, если начали в обоюдоострый футбол играть, то нужно уже на протяжении всего матча придерживаться этой сценарии. Ну, согласен, Идин, потому что, скорее всего, Олимпир Николаевич Осколков выбрал, наверное, схему все-таки играть примерно как с ФКСП, да, где-то осторожно, повнимательно. Вот этот гол, он действительно, наверное, может быть, перевернул ход матча. Абсолютно, абсолютно. Да, согласен. Ну, Миш, ну, не бывает в таких матчах 5 голов за первые 10 минут, причем в разные стороны. Такого просто не бывает. На таком уровне, да. Что показалось неоднозначным после и ваших комментариев, и участников, и кто смотрел, неоднозначным осталось судейство матча, да, потому что несколько эпизодов, возможно, были ключевыми. Во-первых, это удаление Шахбанова, но вот с картинки казалось, что вообще чистейшая, не знаю, как вам вот вживую смотрелось. И, конечно, не назначены пенальти на Кашкашвили, но на Кашкашвили вы дадите, наверное, более четкую картину, потому что вот с картинки казалось, что как-то там Кашкашвили не видел, и движение в сторону игрока не делал. Ну, действительно, очень был высокий градус борьбы, очень много было единоборств, где-то они шли действительно на пределе, вот, наверное, на грани пола, на грани, может быть, даже и где каких-то удалений. Нужно было, наверное, чуть-чуть более жесткую манеру судейства выбрать, где-то погасить пламя, вот этот огонь. Но здесь главный арбитр пытался дать командам играть, он понимал, что это две играющих команды, которые только вот, самое главное, не мешать. И они, собственно говоря, все сделают сами. Вот я показал, что так. Ну, не мешать все-таки понятие растяжимое, можно не мешать играть, давать футбол, а можно не мешать наносить человеку травму, да. То есть здесь тоже такой момент очень тонкий, и здесь, конечно, многое зависит от квалификации арбитра, да. Вот можно дать бороться, но при этом, чтобы не было грубости, да, и не было, например, спорных эпизодов, да. Когда пенальти железо, например, там, или там грубейшая, там, игра, это красная, к примеру, да. Вот если бы вот эти такие моменты убрать, то, да, вот хочется смотреть вот такой футбол, как был Титан-ЦДН, я вот в целом получил удовольствие, честно. Ну, на мой взгляд, в такой игре вот таких двух соперников, да, Титан, который является одним из основных претендентов победы чемпионата, да, и ЦДН, который такой ход набрал, на мой взгляд, не могло не быть спорных эпизодов, наоборот. То есть, такой игре непременно они будут, да, и понятно, что арбитру сложно в такой динамике разбираться во всех этих моментах, тем более, что матч был вечерний, да, и в такую пасмурную погоду, то есть, достаточно сложно ему пришлось, вот в том числе и в этих эпизодах, которые ты назвал. Но, с другой стороны, если бы не было вот этих вот моментов спорных, да, и вот этих решений, то мы тогда бы этот градус не получили, и вот это вот удовольствие, потому что первый тайм – это вот этот сумасшедший рост сыпь голов, да, туда-сюда атаки, а второй тайм – вот это вот, ну, как битва, дража. Да, да, да. То есть, ну, ну, просто классный, кайфовый получился футбол. Да, согласен, согласен. Если говорить в целом, то да. Давайте еще два матча поговорим. Опять же, Титан с Готаговым. Дим, тебе здесь, наверное, большую часть слова, пока у нас мы смотрим моменты, да, что там произошло? Опять заруба какая-то. Ну, что произошло? Два быстрых мяча удалось забить Готагову, очень здорово вообще команда смотрелась. Ну, уже не секрет, что Готагов прекрасно обороняется, вот, в плане перемещения, где-то подстраховки. Команда очень здорово выглядит. Действительно, это удалось продемонстрировать в этой встрече. Два быстрых мяча, тоже очень красивых, там, с диагональными через все поле, с великолепными ударами. Очень красиво все это выглядело, а вот Титан, на мой взгляд, в первом тайме смотрелся немножко беспомощно. В плане того, что не понимал, как вскрывать оборону Аслана Готагова. Где-то вот не хватало какой-то изюминки, где-то последнего паса или же удара. После перерыва, как мне показалось, чуть-чуть взвинтили темп, повысились. Степень или градус давления на соперника. И Титановцы уже смогли, так скажем, прижать соперника, уже вжать в штрафную площадь. И с помощью дальних ударов, а у Титана, ну, пожалуй, каждый футболист может пробить издалека. Особенно фланговые защитники, которые, кстати, и отметились голами. Вот эти два дальних удара, счет стал после них равным. А затем уже 3-2 Титан повел. Ну, а вот дальше, ну, какая-то, ну, если честно, вы, конечно, простите меня за эти слова, но это какой-то цирк начался. Это уже был не футбол, и, честно говоря, говорить об этом, ну, просто я не вижу никакого смысла. Ну, вкратце, это обоюдная была, какие-то претензии со стороны, или вновь кто-то кого-то провоцировал? Да не заберешь, да, Миш, ну, вот когда кулаками машут двое, вот кто виноват? Оба. Ну, не разберешь, кто там, что там. Тем более, ладно бы еще мы там комментировали, когда мы стоим в куче событий, еще можно уследить. Хотя мы, опять же, смотрим в основном на поле, а не на бровки, которые и заводят команды. Сложно уследить, кто именно там был зачинщиком или провокатором. Ну, вот так визуально один повод был. Может быть, рубили другую. Знаешь, Готагов играет жестко, на фоне этого возникают претензии. Ну, тут скорее как раз... Не, ну, Готагов жестко играть там тоже. Ну, ты знаешь, все-таки... Не, не мальчики, да, тоже играют в довольно-таки взрослый футбол. Вопрос в том, что, как мне показалось, немножко легионеры не адаптировались к любительскому футболу в плане того, что не поняли, что здесь именно любительский футбол. Хотя, наверное, да, мы тоже иногда забываем об этом. Потому что сколько профессионалов, да, какие деньги здесь вообще варятся. И где-то, знаешь, вот это какой-то излишняя симуляция. Ну, не симуляция, а потянуть время, полежать чуть-чуть. Вот, и это, безусловно, заводило Александра Зуева очень серьезно. И тот постоянно напоминал главному арбитру встречи, мол, давайте добавлять. И тот аж добавил 8, а потом еще 3, в общем, там чуть ли не полтайма сыграли. Вот, ну, на моем, на моей памяти, в ОФЛ, ну, просто такого не было никогда в жизни. Ну, вот в таком настроении заведенном, да, Титан у нас поехал, собственно, на Лигу Чемпионов. Об этом мы поговорили. Ну, и главный матч прошедших выходных, это, конечно, матч ФКСП Мега Титан, который тоже многое решал для обеих коллективов. И здесь Мега Титан одерживает победу над ФКСП. Честно, вот до матча скажи, что Мега Титан выиграет, я бы скептически оснелся. Потому что, когда вы, вспомните, когда Мега Титан обыгрывал с прямых конкурентов. Вот вспомните. Бывает такое, случается, в принципе. Ну, нет. Аниша, а вот скажи, пожалуйста, а до АКПЛ ты думал, что Титан может оказаться в финале? Скорее нет, чем да. Я вот считал, что это, в принципе, невозможно практически. Ну, Мега Титан. Мега Титан, да, прошу прощения. Я не то, чтобы считал, что это невозможно, я считаю, что Индии невозможно оказаться в финале. Да, а Мега Титан я не причислял к фаворитам, но если бы он попал, да, я бы все-таки мог бы такое предположить. Вот так отвечу, да. Но вот в матче с ФКСП, честно, я не ожидал, что Мега Титан сможет выиграть. И причем то, как сделал он. А вот я как раз не говорил о победе, но вот то, что показывал Мега Титан, прошу прощения, это как раз отголоски КФЛ. Именно так команда действовала. Очень строго взади, очень строго в обороне. И ни в коем случае не позволяли никаких, знаешь, лишних поползновений. Единственное, на что бы я обратил внимание и тренерского штаба Мега Титана, в том числе, много фалили вблизи штрафной площади. А ведь все знают, что у ФКСП есть Бирюков. Возможно, что как раз была установка и просьба о том, чтобы не фалить. Но, сами понимаете, когда ты обороняешься большую часть времени, да, напротив тебя играют такие футболисты, как Зайкин Бирюков, да, не фалить, наверное, все-таки сложно. Ну, и в тех ситуациях, к тому же, если не сфалить, то гол просто забьют и все. Да, уж я не знаю, меня мега Титан поразил. Я не знаю, что, как все происходило, но, насколько известно, Александр Голевец и Саша Аргудяев где-то полтора часа общались друг с другом, искали слабые места, как играть, пятое, десятое. Разбирали соперника, но такие мега Титаны, честно, я давно не видел. То есть, команда сыграла по сопернику. Дим, ты правильно сказал, строго. Команда имела моменты, то есть, вот, мега Титан исходил из своих собственных сил, понимал, что где-то не хватает народу, играть в открытый футбол с прокуратурой бессмысленно. И вот здравый смысл какой-то возобладал, чего я не знаю, почему раньше мега Титана этого не было. И повезло, на самом деле, здесь тоже, опять же, мы здесь сидим для того, чтобы высказывать какие-то теории, которые потом можно будет обсудить. Так вот, перед матчем было уже ясно, что не поможет команде Максим Казанков. И я считаю, что это плюс, что Максим Казанков не приехал. В том плане, что сыграли просто вот от себя, как могут. Зато, с другой стороны, я, опять же, и буду противоречить себе в каком-то плане, как сыграл здорово Никита Сурков. Вот усилил, действительно усилил. Причем здорово сыграл и в обороне, и здорово подключался к атакам. Так же несколько ударов от него последовали. Сурков приезжал зимой, совершенно не вписался в игру мега Титана. Может быть, после сборов, может быть, еще что-то. После сезона. После сезона, да. Сейчас Сурков сыграл, вопрос, нет, здорово. Но Сурков все-таки приезжает гораздо чаще, нежели Казанков. И Казанков уже, наверное, 2-3 приезда его за мега Титан, он не увенчался каким-либо успехом. Примеры, яркие примеры, это финал Лиги Чемпионов. Когда Казанков приехал, бегал, крутил, вертел, видно, что готов, все 5-10, но толку, и вот извините, да, 1-2 на табло и тройка чемпионов. Еще очень часто эти приезда оборачиваются удалениями, красными карточками. То есть, вот, чуть-чуть, вот, надломая мега Титан в том матче, где-то чуть-чуть сбей с колеи, и я думаю, что ФКСП как минимум в ничью ты бы смог сыграть. Возможно, да, да, возможно. Но в целом, я говорю, здесь все-таки, возможно, и тактическая победа. Обычно ФКСП может построиться под соперником, может сыграть и в открытый футбол, и надавить, и придержать, как с Дэн, например, да. Но здесь вот именно, мне кажется, мега Титан переиграл ФКСП, и такое ощущение, что Михаил Лунин не был готов к такому мега Титану, именно вот к такому. Возможно, но опять же, я говорю, что это не новость никакая, не сенсация, мега Титан на КФЛ, пожалуйста, все матчи плей-офф примерно в таком же ключе проводил. Меня просто что смущало, это то, что вот мега Титан давненько не выигрывал своих конкурентов. Вот что было для меня такой вопрос вопросом, и теперь в матче с Дэн я смотрю более чем уверенно. Матч с Дэн и мега Титан мы показываем. Тоже интересная игрушка, и если мега Титан набирает очки, то скорее всего 30-й тур, мега Титан, Титан, это будет что-то, мне кажется, невероятное. Это будет супер, но ЦДН сейчас не подарок, поэтому сейчас утверждаю, что мега Титан это легкий трешка нет, и поверьте, там будет сейчас заруба просто божественная. Суббота, 7 часов, трансляция, вообще класс. Но мега Титан-то вообще молодцы, по сути, воспользовались осечкой Титана, да, Титан проиграл ЦДН, и мега Титан просто вгрыз в последнюю возможность зацепиться за золотую гонку. Да, да, вот класс команд должен здесь и проявляться. ФКСП, может быть, где-то уже поднаелся чемпионством, да, где-то, наверное, ставку может быть сделана на Лигу чемпионов. Поэтому, вот, я еще раз, кстати, подметил, про ФКСП какие-то немножко сонные были. Я говорю, для меня показательный момент был, когда Кириченко чуть опаздывает с передачи Заикину, отдает ему, Заикин там, накрывает его, идет контр, и Заикин остается на месте, разводите руками. Вот обычно все сразу бегом отрабатывают все, потом какие-то разговоры или молча. Здесь вот, ну, видно, что вот не в своей тарелке был тоже ФКСП. Еще очень важный нюанс у ФКСП проблемы с нападающим. Играл Валера Ванесяна, Фаустов его вообще, по-моему, не выпустили. Да, Фаустов его не выпустили. Играли игрового времени. Играл в основном Валера Ванесяна, либо Идрисов. И, ну, в каком-то плане ФКСП действительно был немножко беззубый. То есть мы, да, ты говоришь, что ФКСП можно подстроить под соперника, но всегда атаки, они разящие, они всегда доходят до нужного результата и очень часто оборачиваются забитыми мячами. В этой игре ставка на то, что быстроногий Аванесян сможет убежать куда-то, но она не работала просто потому, что Мегатистан сидел в обороне, ему не нужно было никуда бежать. И, соответственно, Аванесян всегда был под пристальным вниманием. А Терентьев как роскошно сыграл, да? Хорошо бы взять у него интервью. Терентьев у нас, собственно, герой тура. И обязательно почитайте с ним интервью, которое выйдет завтра, в пятницу. Друзья, ну вот эта победа Мегатитана настолько внесла такую интригу в нашу чемпионскую гонку в трио. Даже не победа, а скорее два поражения Титана внесли. Ну, тут все в совокупности, да, потому что если бы в КСП выигрывал, было бы все так более-менее понятно, и Мегатитан, наверное, бы отцеплялся от первого места. Но вот сейчас вообще сложно предугадать, как что развернется. Вообще непонятно, потому что я буду с ЦД, но играть с Мегатитаном вообще. Это было супер просто. Ну да, это отлично просто. Вот и все может еще перевернуться. Анонс трансляции на эти выходные. Титан, Портер, ну, по-моему, без слов, да. Портер может зацепиться, опять нести свою лепту в распределении места. Вот он, ЦД, Мегатитан, ну, здесь, по-моему, все понятно. И пока же мы матч Еврокубков, Лига Москвы, Десеп против Феникс-9. Феникс-9 проиграл 2-1, я напомню, в первом матче. Ну и матч второй лиги, подиум Медик тоже, я думаю, что... Лидеры. Лидеры, да, второго дивизиона. И тоже будет на что посмотреть. Ну, мы отправляемся в день и поговорим о вторых дивизионах. Переходим мы к внутренним делам. Поговорим о чемпионате дивизиона 2А в студии. Максим Киселев и обозреватель нашего дивизиона Роман Долженко. Ром, давненько мы тебя не видели, не слышали, не читали. Так, уже несколько, неделю. Где карманный футбол, интересуются все зрители? Ну, карманный футбол, наверное, я могу сейчас кучу придумать. Отмазок, причин, субъективных, объективных. Но в первую очередь это все-таки такая обычная человеческая лень. Здесь работать, немножко надо взять себя в руки и доводить дело до ума. Не всегда на это хватает либо сил, либо времени, либо каких других обстоятельств. Ну, лучше честно, чем вот это где-то что-то кривить. Ром, в любом случае, ждем карманный футбол и ждем, естественно, обзоров. Но поговорим, поэтому здесь на передаче о 2А дивизионе. Что интересного он нам сейчас приносит. Но я хочу начать с москвич-ветеранов. Они обыграли тут Westside 2-1 и вот Натонников. Вот был ли близок Westside, расскажите мне. Ну, Роман Зверев в группе дивизиона ВКонтакте написал, что буквально там секунд 30, получается, мне хватило. Ну, по крайней мере, до ничей. Потому что Westside закончил первый тайм, они вели в счете 1-0. Где-то там, я так понимаю, ну, по ходу второго тайма москвич все-таки сравнял 1-1. И уже когда судья сказал, что пошло компенсированное время, минуту он добавил. Вот тогда что-то случилось, и ребят, может быть, рано поверили в успех. Не знаю. И вот москвич смог все-таки высоработать победу. Какая у него же получается? 34-е? 34-е. 34-е тура прошло, 34-е победа. Да, ну, по таблиц 33, наверное. Ну, там еще мы, может быть, не внесли. В запасе игра. А, или, может быть, да, игра в запасе с кем-то. И Эрик Арчагин, вроде как, весь матч с ним справлялись, но в этот момент он проявил свое мастерство, в котором, естественно, мы не сомневаемся. И первым касанием вонзил мяч в ворота 2-1. Москвич продолжает идти без потерь. Westside при этом идет в зоне стыковых матчей, но если мы оставляем Москвич на первом месте, если мы убираем его, то все чуть выше поднимаются. Давайте по факту будем смотреть. Здесь у нас Westside и флагман. Вот они рядышком. Westside потерял очки с Redzor'ями. Было ли это неожиданностью? И в этот же уикенд флагман теряет также очки вот так синхронно. Почему? И как что это произошло? Рассказывайте. Ну, что касается поражения Westside от Redzor'я, наверное, можно сказать, что это было в какой-то сентябре неожиданном. Ничья. Ничья, да. Ничья Westside от Redzor'я. Наверное, можно сказать, что была неожиданностью. Почему? Потому что Westside очень хорош после, в частности, зимнего перерыва. Понемножку так, ну, команда не спешила вкатываться вот в возобновлении сезона, но потом набрала очень хороший ход. Мы помним, у нее была классная беспроигрышная серия, по-моему, если не ошибаюсь, самая долгая вот в текущем розыгрыше нашего дивизиона. А Redzor'я, наоборот, после Нового года допускает то и дело какие-то опложности, и команда не отличается стабильностью. Поэтому, да, наверное, можно сказать, что это было весьма неожиданно. Ну, потеряли очки, но, опять же, все равно Redzor'я – это не команда, которая идет где-то внизу таблицы. Да, они были рядышком со стыками, вместе с Лагманом они вот так вот преследовали эту группу четверки лидеров, если мы, опять же, забываем про Москвич. Поэтому, ну, потеряли очки и потеряли, ничего страшного не произошло. Высайды сейчас, на мой взгляд, вполне неплохие шансы на то, чтобы он, может быть, даже за прямую путевку побороться. Но в этот же уикенд, я напомню, что Флагман проигрывает Соколу 7-6. Ну, Флагман потом своего взял в очистной встрече с Redzor'я, они их обыграли. Поэтому, ну, то, что они проиграли Соколу, ну, выстрелило, что-то случилось у ребят. Да, опять же, Дмитрий Башкин не раз говорил о том, что ребята из Флагмана часто участвуют в разных турнирах. Там бывает, что они там по три игры в день играют на разных стадионах. Может быть, не хватило этого. Ну, на самом деле, нам бы хорошо об этом матче рассказал Дмитрий Ершов, да, но, к сожалению, вот он сегодня не попал у нас в кадр по второму дивизиону. Он, как никто, практически влиял на ход матча с Соколом. Свои забивал? Ну, практически руководил. Были определенные решения на тренерском мостике, да, которые, собственно, и сказались на результате. Вот. Что еще интересного? Подиум, вот, мне кажется, немножко так забрахлит в последнее время. То так не очень уверенные результаты. Ну, можно в целом, наверное, сказать про лидеров подиума Мистерии Медик, что они немножечко так избавили ход по сравнению с первой частью сезона. В меньшей, наверное, степени это касается Мистерии. Кстати, вот интересный момент. Сергей Жемочков из Литуали недавно был у вас в гостях. Помните, он говорил, что он свою, как бы, альтернативную таблицу ведет, именно касательно второго круга. Кстати, о победной серии, да, вот ты сказал, что у Литуали-то вообще только одно поражение, да, во втором кругу? Да, да, да. Чемпионский график. У них, он не скинул эту таблицу, они опережают, как раз второй, вот, во втором круге, по его таблице идет Мистерия, они опережают Мистерию там очков на пять, по-моему. И только потом уже все остальные. И, кстати, вот в этой таблице конкретно второго круга тот же Медик, который вот в первом круге, он был недосягаем для соперников, Медик где-то там восьмой, если не ошибаюсь, он там на пару очков всего больше набрал, чем та же самая Макарена. То есть, да, какой-то спад есть. Этим пользуется, опять же, здорово Мистерия. Она даже не та, что худая беда, она хорошо идет. Она и берет свои очки, она, ну, все отмечают, что обладает, наверное, едва ли не самая поставленная игрой в дивизионе. В том числе, ну и... Да, даже со слов футболистов-москвича я подтверждаю, что вот именно Мистерия запомнилась вот нашим бывшим профессионалам больше всего. И там же ничья была до 55-й минуты. Да, да, да. Лишь в концовке москвич смог забить два мяча. Да, совершенно верно. Ну, наверное, сейчас вот так вот прикидывая за четыре тура до конца, но, на мой взгляд, именно Мистерия является претендентом на вот это вот, ну, скажем так, первое место после москвича в таблице. Учитывая, опять же, календарь, учитывая, что там Медику с подиумом играть друг с другом, Медику еще, по-моему, если не ошибаюсь, играть с москвичом, у Мистерии москвича уже не будет. И, в принципе, такой вполне комфортный календарь. Мне интересна еще одна команда, которая меня так впечатлила. Это команда Маккарена. Впечатлила чем? Результатами. Встречный вопрос. Результатами. Во-первых, победа над подиумом. Судя по счету, она достаточно крупная. И победа над нестандартом все-таки. Тоже непростой соперник. Вот две игры вы провели очень собранно. Ром, поподробнее давай. Миш, все просто. Меня не было на этих играх. А я, честно, я заходил, смотрел, думаю, может быть, я увижу твою фамилию в графе забитых или передач. Или в воротах, может быть. А, да. Знаешь, а ром просто не было, оказывается. Не, если серьезно. Если серьезно. Что касается матча с нестандартом, у нас с ними всегда такие хорошие зарубы получаются. В принципе, ну, можно сказать, от ножа и на три результата. То же самое было и сейчас. Нестандарт после Нового года тоже немножко тяжеловато начал. Сейчас ход у него гораздо лучше. Наверное, можно сказать, что к тому матчу он подходил в ранге фаворита. Плюс у нас были, ну, в принципе, на протяжении последних матчей у нас, то и дело, кадровые проблемы есть. То у нас с ним не присутствует фратарь. На игре с нестандартом в ней не участвовал я, потому что получил в предыдущей игре красную карточку. И наш основной опорник Никита Краснов. Тоже мы, ну, мы получили победу в шелтой в той игре. Это отдельный разговор. Смифом? Нет, мы играли не с мифом. С кем мы играли? Я уже сейчас не помню. Ну, не суть. К этому и вернемся. Там такое шедевральное было судейство. Поэтому здесь с нестандартом, ну, в принципе, я могу сказать, что на мой взгляд, это довольно равная команда. Вот так вот, если объективно судить, что Макарина, что нестандарт. Это команда как раз к середине таблицы, если взять в совокупности весь сезон. Поэтому здесь могло бы все что угодно, но получилось так, что мы были сильнее. А с подиумом, я так не знаю, во-первых... Медонастрой, может быть, подиум? Может быть, да. Мы с ними недавно играли в кубки. Они вынесли нас в одну калитку, при том, что у нас был довольно-таки неплохой состав. Сейчас же опять у нас были проблемы. У нас была всего одна замена. Макарина в ротах играл полевой игрок. То есть, ну, какие-то, ну, скажем так, моменты позитивные для подиума перед игрой как бы были, да? Помимо того, что, в принципе, команда идет в лидерах. Естественно, она воспринялась как фаворит. Плюс недавно, вот я говорю, лично встречались в кубке. Я тоже очень удивился, естественно, обратился этому результату. Ну, может быть, они долго вкатывались в игру. Опять же, не сразу поняли, что мы можем оказывать сопротивление. Потому что Макарина начинала вообще минус один. Потом уже двое ребят опоздавших подъехали. И в Мишесе мы забили первый гол. Опять же, там довольно-таки курьезный, там, ну, это может даже показать в нарезке. Человек махнул мимо мяча, и потом он все-таки чудом в ворота попал. Там Тарас его добил. То есть, неожиданное поражение подиума, да. Но в то же время, после Нового года, у подиума такие подобные результаты уже проскакивали. И вот в частности поэтому, я думаю, что вряд ли ему удастся, ну, по крайней мере, первую вот эту вот строчку у Мистери отвоевать. Смотри, в эти выходные подиум Медик, собственно, центральный матч, он попал в сетку эфиров. Вот, что думаешь? Кто фаворит матча? Я для себя вот еще на прошлой неделе и вот сегодня еще раз повторно набросал такие, ну, как бы вот рассчитал, кто сколько очков, на мой взгляд, можно набрать. Вот из пятерки лидеров флагмане тоже здесь причислил к претендентам, скажем так, на повышение. И у меня получилось так, что, ну, я разложился по этим результатам так, что Медик и подиум сыграют в ничью. Поэтому я здесь не могу выделить фаворита, опять же, потому что очень команды, ну, лихорадят, можно сказать. Потому что они вроде как в каких-то матчах они показывают свой класс, в котором, естественно, никто не сомневается, берут, скажем так, очки на опыте, но в то же время в какой-то игре могут провалиться, вот как, например, подиум с Макарином, да. Ну, кто ожидал, бог с ним поражение, но еще и с таким счетом. Поэтому я не думаю, ну, я не вижу здесь, не могу какую-то из команд назвать фаворитом в этом матче. Следующий матч, флагман-москвич. Я понимаю, скорее всего, что будет, но, тем не менее, все-таки это флагман идет в верхней части турнировой таблицы. Мы должны хоть что-то сказать, будет ли навязана борьба, скорее всего. Да, ну, борьба-то, я думаю, будет навязана. Я уверен в этом, ребята не выйдут просто так отдавать мяч и проигрывать, лишь бы там поменьше пропустить. Нет, конечно. Будут стараться. Ну, естественно, вряд ли удастся им отобрать очки у москвича, или там хотя бы, ну, скажем так, крупно не проиграть. Но будем надеяться, что вот остается всего 4 матча, и хоть кому-то удастся москвича ставить хотя бы ничейку у них рвать. Вот близок был в эссайт, но чуть-чуть не хватило. Давай так, Максим, может быть, ты меня поддержишь, что команда, которая отбирает очки у импульса или москвича в оставшихся играх, получает от нас, собственно, приз. Да, потому что у нас зеркальные ситуации в двух дивизионах, да. Обе команды лидера идут вообще без единой потери. Это такой уникальный случай. Ну, все-таки здесь ситуация немножко разная. Если импульс, ну, скажем так, в полной мере команда, да, ИЛФЛ-овская, которая на всех основаниях участвует в турнире, то москвич это, ну, все-таки отдельный историк, это уже не раз обсуждали все. Ну, да, 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 да. Вэссайт Сокол. Как ты думаешь, тоже может ли Сокол потрепать нервы? Может, безусловно, и, безусловно, потрепет. И к тому же на вэссайт наверняка какая-то будет, такой груз ответственности наверняка у них будет, во-первых, борьба за возможное повышение. Ребята, безусловно, этого хотят. Во-вторых, может быть, и вот эта вот почти равная игра с москвичом, может быть, тоже как-то, знаете, повысить самооценку. Главное, чтобы не пошло в минус команде. То есть, чтобы они почувствовали, что, ну, если мы с москвичом потягались, то что, мы сейчас Сокол не обыграем. Главное, чтобы этого не произошло, но, опять же, не до настроя. Ну, я думаю, Роман Зверев, как опытный руководитель, найдет нужные слова и этого не допустит. И, опять же, Высайд, ну, обязан в этом матче брать три очка. Мистерий играет с нестандартом. Вот чем берет нестандарт? Чем он может взять Мистерию? Характер, опять же, характер, борьба, заряженность. Они бьются всегда, в любой момент до последнего. Не щадят ни себя, ни соперников. Часто из-за этого страдают в том плане, что могут слишком спылить, там кто-то может получить красную карточку. Есть такое. Но, опять же, это борьба. Они будут биться, кусаться, драться в хорошем плане. Я надеюсь, что в хорошем плане. Но, опять же, Мистерия – опытный коллектив, Мистерия – умеющий играть коллектив, в котором есть определенные задачи. И если не произойдет, на мой взгляд, чего-то непредсказуемого, то Мистерия должна выигрывать дивизион. Ну, плюс Мистерия еще играет в удобное для себя время, потому что, как победители Зимнего Кубка, у них есть возможность собирать оптимальный состав. И, наверное, то, что команда потеряет очки, наверное, в меньшей степени можно рассчитывать, чем тот же подиум или еще кто-то, который все-таки… Ну, подиум же тоже победитель Зимнего Кубка. Он может выбирать, но я смотрю, он все-таки выбирает разные временной промежуток. И, наверное, тяжелее собрать всех как-то в одно время. Потому что Мистерия играет в одно, значит, все могут. Ну, да, может быть. Здесь, наверное, все-таки у Мистерии тоже небольшое преимущество для себя, по крайней мере, вот они этим пользуются, да, этой опцией. И матч двух середняков. Это, Макс, тебе вопрос. Макарена Редзори. Вот где неизвестен результат точно. Да, здесь действительно вот говорили мы о том, что команда Редзори немножко сейчас лихорадит, да, а Макарена, наоборот, прибавила, да. Я так полагаю, что и новички уже совершенно освоились, да, ваши, и хорошо себя проявляют. Ну, тут трудно загадывать. Для меня, на самом деле, вот это две непредсказуемые команды, поэтому я бы, наверное, на ничью поставил в игре. Ром, ну, предскажи ты нам тогда. Я вспоминаю первый матч. Мы, если не ошибаюсь, то ли 6-5, то ли 7-6 мы выиграли. Просто бешеная была перестрелка, без центра поля практически. Там куча моментов у одних и у других. Петаж там тоже несколько штук забил, который сейчас вот борется за звание почти что лучшего бомбардира, да, после Эрика Корчагина, который там ушел в отрыв. Я думаю, что что-то такое будет и в этой встрече, что-то веселое. Опять же, я почти уверен, что будет забито много голов. Наверняка и в те, и в другие ворота. Кто победит, ну, естественно, я надеюсь, что Макарена. И опять же, стоит отметить, что в случае победы Макарены разница между ней и Радзори составит, по-моему, всего 2 очка. Это при том, что мы помним, да, что Радзори не так давно еще был вот под этой четверкой лидеров, а сейчас уже может скатиться вот к месту в 10-м случае поражения в следующем матче. Ну, сезон длинный, практически как в Англии, да, и еще недавно мы говорили о том, что Радзори может побороться за стыковые, да, и действительно сейчас она все ниже и ближе к середине турнирной таблицы. Кстати, давайте на нее вновь посмотрим все вместе. Ром, Максим, как вы думаете, какие могут быть здесь изменения, как вы думаете? Ну, во-первых, давайте отметим, что у флагмана следующий матч с Фениксом, который снялся, то есть это плюс 3 очка у флагмана. Но сразу можем записать минус 3 с ветеранами. Как с моспечом, да, согласен. Но в любом случае, на данный момент сейчас можно сказать, что у флагмана на 1 очко больше, чем у того же Вессайда. Что касается других изменений, я ожидаю, что Вессайд обойдет, по крайней мере, медик ближе к концу турнирной таблицы и, возможно, подиум. Вот это интересно. Ну, опять же, учитывая календарь. В конце первого круга я как-то в обзоре писал, что, ну, опять же, те же самые соперники оставались, потому что, да, такой же порядок игр, что в конце первого круга у Вессайда довольно-таки легкий календарь. Ну, по сравнению с соперниками. Ребята из Вессайда меня не поняли тогда, сказали, вот где ты видел, там легкий ты что и так далее. Сейчас я повторюсь, опять же, и считаю, что вот по сравнению с соперниками у Вессайда один из самых, одно из самых простых расписаний. Ну, вот смотрите, Вессайду осталось сыграть с Соколом, Викторией, Фиолоном и плюс халявные три очка за Феникс. Ну... Им все карты в руки, на мой взгляд. Им не играть с подиумом, там, с медиком, с москвичем они вот сыграли уже. Ну, да, в принципе... Они вполне могут рассчитывать на максимальное количество очков последних четырех туров. Да, в принципе, да, да, согласен с тобой. Вот, Мистерию мы поговорили. На подиум, ну, по-хорошему... Я думаю, что Мистерия и подиум разыграют первое место между собой. Кто из них там окажется выше, это мы посмотрим. Но пока больше все-таки на это шансы... Медик-флагман. Флагман сможет обойти Медик? Опять же, в своей фантазии, где я прикинул, как с кем можешь сыграть в 160 турах, у меня получилось так, что флагман и Медик набрали одинаковое количество очков. Тут вступают в дело дополнительные показатели. Они друг у друга по разу выиграли, там, с разной разницей мячей. Но, я так понимаю, в данном случае выше был бы Медик, потому что, если одинаковое количество очков команды набрали в матчах между собой, потом считается общей, я так понимаю, разница, а там у Медика она гораздо лучше. Победа была крупнее. Ну, в общем, с этим, я думаю, еще, если придет время, разберемся. По разнице, по личным встречам и так далее. Но, в принципе, да, вполне возможно, что Медик может и вообще опуститься на 5-е место и остаться даже без стыков. Ну, в общем, вроде-ка подходим мы к концу сезона, а тем не менее, ничего толком не ясно. Да, у нас очень высокая плотность в верхушке. И, по крайней мере, в первой, скажем так, четверке 100% будут какие-то изменения. Какие? Посмотрим. Ну, посмотрим и мы. Ром, спасибо, что заглянул сегодня с нами в студию. Спасибо. А мы поговорим дальше о втором дивизионе 2Б. Ну, что ж, друзья, у нас осталось поговорить о втором дивизионе подразделения Б. И поговорим мы с нашим гостем, которого мы пригласили. Это тренера команды «Феникс Раменки» Лизнов Владимир Борисович. Анима Борисович. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну, что ж, «Феникс Раменки» под конец сезона набрал такой достаточно хороший ход. Не поздновато ли? Конечно, поздновато. Когда в начале сезона Максим брал у меня интервью после одного из матчей. На третьем поле там, да? Да, да, да. На третьем поле, да. Мы кубок тогда, камбэк сделали, хороший. Прошли дальше. Говорилось о задачах. И мы говорили, что хотелось бы четверку, но потом Барс вошел, будет сложновато. То есть, по крайней мере, на четвертое, пятое место рассчитывали. И, наверное, если бы все наши игроки всегда собирались на игры, то тогда эта задача была бы выполнимая. К сожалению, эпидемия травм, которая началась еще в прошлом сезоне, она продолжилась. К тому же добавилось то, что у нас один из ведущих полузащитников, Тимофей Смирнов, ушел в армию. И вот недавно вернулся, уже две игры отыграл. Слава Богу. Успешная отыграл? Да, вот Феникс 99, конечно, чувствуется, когда он реальный мозг на поле. Он умеет дирижировать игрой. В центре играет? Он играется, да. Не растерял он футбольных кондиций? Ну, растерял его. Но поскольку желание у него очень большое, то, конечно же, это нивелирует потери, которые были понесены. Я считаю, что он достаточно быстро должен набрать форму. Это прежде всего касается физики. Футбольные навыки, конечно, у него сохранились, учитывая то, что у него есть футбольная школа. Владимир Борисович, а вот вы сказали про эпидемию травм. С чем связано, как вы думаете, такое количество? Вроде команда у вас молодая, а при этом травмы. Дело в том, что ведь играют игроки не только в турнирах ЛФЛ. Они играют и за студенческие команды, играют в мини-футбол. В мини-футбол там травм еще больше, нагрузка на позвоночник. Плюс переход в разные покрытия. Переходы, да, да. Они играют очень много. Ну и могу сказать, две травмы позвоночника. Один прооперированный. Вернулся тоже сейчас, тоже набирает форму. Это кто? Кирилл Хусейнов. Тоже играл, он был прооперирован, возвращается в строй. У одного обошлось без операции. Но когда ведущий центральный защитник Шхагошев за весь сезон провел только три игры, ну, наверное, это проблема. Да. Вот. Это травмы, болезни, много с этим связано. К сожалению, был прооперирован Хайридинов и тоже-то же сейчас восстанавливается. То есть травм очень и очень много. Еще один тоже, возможно, Воробьев с футболом закончил. Но мы надеемся, что это пройдет. Но он из тех, кто постарше, которому уже 34. 34, то есть у вас даже есть такой-то игрок, да? Да, у нас есть два игрока, которым за 30. С Воробьевым я еще вместе играл, когда я заканчивал, а он начинал. Он из Троицка. Очень хороший полузащитник. Но, к сожалению, очень травмогеничный. Очень удивительно, что такая эпидемия травм у вас. Вот если бы не они, предположить, можно было бы, что вы сейчас были бы в зоне стыков и повышения в классе? Да, за стыки мы могли бы бороться, думаю, это с уверенностью. Это ключевая причина, на ваш взгляд? Были еще другие причины, которые, к сожалению, плоховато мы настраиваемся на игры с соперниками, которых в голове ощущаешь, что эта команда ниже уровнем, ниже классом. Самый показательный пример – это поражение от Ультерона. Вышли с шапкозакидательскими настроениями. Это было во втором круге, играли на вернатке. Они усилились с двумя темнокожими ребятами. Недавно вы играли. Да, недавно играли. И там все было очень просто. Ну, проигрываем 0-1. И в головах думают, да сейчас забьем 1, забьем 2. Забили 1, вот сейчас точно забьем 2. Грубейшая ошибка, получаем 2, несемся вперед. Ну, и в концовке там 5 мячей за 5 минут. И какой счет в итоге? 2-6 мы проиграли. 2-6. 2-6 мы проиграли Альтерону. В первом круге мы Армаде проиграли 1-3. То же самое практически. Вот где-то то ли это молодость, то ли… В умах, то есть проиграли? А вы нагоня не устраивали своим ребятам? Да, вот. С летием матчей, да? Да, это пускай внутреннее будет для команды. Значит, наверное, устраивали. Ну, кто вот за эту мотивацию отвечает? Наверняка же вы, Владимир Борисович, да? Ну, я могу сказать, что у меня есть достойные помощники. Кто-то отвечает за оргдела большей частью, кто-то за мотивацию. Но есть игроки, которые могут сказать, даже иногда тех, от которых не ждешь, что ребята, надо играть по-другому. Хватит искать причины в других, давайте будем разбираться сами в себе. Прежде всего это идет от меня, но такие игроки, там, как тот же Макс Крупенин, ну и ряд других, не будем говорить. Это с сильным ударом, который спущен. Да, да, небольшого роста. Да, мы уже запомнили, да. Да, да, да. Вот, ну не только он. Есть ребята, кто может сказать, и они говорят. Сыновья, может быть? У вас же два сына, да, играют в команде? Ну, один-то он у меня 17-летний, маленький, подросток, на уровне, да, вратаря тренируется. Саша, да, это правая рука и в организационном плане. И в плане того, что он делает, я без таких бы людей, как он, Ваня Холмов, Максим Крупенин, Кирилл Хусейнов. Это вот как раз те четыре человека, с которых начиналась Феникс Раймин. Кстати, вот ребята, они учились в школе под руководством Александра Щербакова. Да, он у них был учителем физкультуры, тренировал их футбольную команду. Это школа 1941. Это в Раменках. Да, это в Раменках. И Саша очень гордится этим постоянно, при любом случае, вот мои воспитанники. Ну, с ним они дошли до четвертого места по мини-футболу, да, на чемпионате Москвы среди общеобразовательных школ. Ничего себе. Да, они в Курокус-Сити играли, финальная пулька была. Да, я помню. Да, стояно, очень достойно. Да. Сербаков ездил, да. И вот про двух еще футболистов хотел спросить, которые в бомбардирах идут, в лучших у вас команде. Причем между Крупениным, он занимает третью позицию, и Мухаммед Тимурзиев, Евгений... Мухаммед. Мухаммед, да. Тимурзиев и Евгений Полтавский. Между ними очень большая разница в два раза. 17 у Крупенина 33, у Мухаммеда и 49 у Полтавского. Такая разница, то есть держится оно все на двух. Нет, все равно держится на команде. Просто они нападающие. Женя Полтавский, ну, наверное, это его сезон. Он очень часто травмировался и болел несколько сезонов. Ну, не везло ему. И в этом сезоне, конечно, он раскрылся, идет третьим в списке бомбардиров после Лямцева и Минища, что это, наверное, серьезный показатель. Ну, можно сказать, что он первый идет. Это за импульс, за кавычки мы всегда выносим, да, действительно. Вот. Действительно, человек с необычайной координацией, резкостью, скоростью. И когда он в форме, а он умеет готовить себя к матчам. Что мне кажется, очень важно, да? Да, он самостоятельно и работой занимается. И готов тренироваться, это очень важно. Кстати, и большинство игроков тоже. Но, к сожалению, в плане того, что всегда собраться на тренировку, проблемы имелись, чтобы полным составом собраться. Ну, это болезнь, наверное, всех команд ЛФЛ, и ничего тут не сделаешь. Ну, и, кроме всего прочего, Жень Полтавский провел матчи больше, чем Мухаммед Тимурзеев. Ну, ребят технично, их часто бьют по ногам. Давайте откровенно говорить. Травм было много. Ну, я согласен. Вот Тимурзеев, даже по игре с Барсом, мне понравился. Но, почему, опять же, травма, да? Много возит, честно, я для себя заметил. Может быть, если бы отдавал, играл бы на команду, может быть, травм меньше было бы и забивали бы больше, например, нет? Мы иногда говорим ему об этом. Ну, Муха, отдай пас, по ногам не получишь. Ну, да, да. А то злой Барс, злая атлетика, да, пьют по ногам. Нет, ну, условно говоря, это здесь, может быть, да, прокатит во второй лиге. А если, например, первый дивизион, уже, да, это совершенно другой уровень. Уже вот это обыграть всю команду, это уже не получится. Причем он может это делать. Делает настолько интересно, тонко, как он отдал с Феникс-99 на Шан, штангу, брусковый, был забит гол. Это здорово. Ну, вот у него манера действительно, он великолепно технически подготовлен. Может делать то, чего не может делать никто. Что за спортшкола у него такая? Динамо. Динамо. Вот чуть-чуть ему командности бы добавить, и, мне кажется, с новыми красками он бы мог заиграть. Это однозначно. Да, он выпускник, он в Футбольной Академии Динамо. Единственный в нашей команде кандидат в мастера спорта. Он даже КМС, ничего себе. Здорово. Про Владимира Борисовича, давайте поговорим про последний матч с Феникс-99. На самом деле, немножечко неожиданный результат, потому что Феникс-99 был мотивирован, решает свои турнирные задачи. Тем не менее, судя по счету, в одну калитку. Нет, не в одну калитку. Я даже в комментариях писал, что все определялось, на мой взгляд, тем, кто забьет первый мяч. И забили мы его. И достаточно быстро, по-моему, минута шестая или седьмая была, Хусейнов отдал в разрез на Полтавского, и тот забил. Та самая связка? Ну, они не связка, они все связаны. Связаны. Да, они все связаны. Второй гол – это индивидуальная работа Тимурзиева, Мухаммеда. Это блестящая работа, он левша. И все знают, что пойдет влево. Ну, все покупаются на это. Ну, это действительно так. Феникс имел, Феникс 99 имел возможности забить мячи. Но не реализовал свои моменты, а мы реализовали. Это было в первом тайме. Они переигрывали нас в штрафной. Хорошая работа при стандартах, головой. Команда понравилась. Мы обменялись с руководителем Феникса 99. Тем, что обе команды играли не в оптимальных составах. И это была правда. У нас не было ни Крупенина, ни Соломина, ни Шхагошева. Это во время игры вы обменялись репликами такими? Это мы обменялись после игры. А куда же они все делись? Нет, ну, работа. Крупенин, работа, да. Соломин, травма. А еще не забывайте о том, что сейчас студенты заканчивают в высшие учебные заведения, и кто-то пишет диплом. И если надо исправлять ошибки к понедельнику, мы относимся к этому с пониманием. Да, с такими трудностями. Да, но так или иначе у обоих команд был по одному на замене. Ребята выдержали. Ну, сработало то, о чем я задумывал. Это что? Ну, мне Смирнов еще сказал. Говорит, Вадим Борисович, ну вы, конечно, креативную связочку придумали. Я долго думал, и все-таки в центр поставил вместе Тимурзиева и Смирнова. Практически без... Двойной центр, то есть два защитника играли? Нет, в центре полузащиты они играли. Мы играем 3-2-2 обычно. А, 3-2-2. 3-2-2 играем, да. Ну, нюансы рассказывать не буду. Но вот этот креативный центр без полузащитника, который может, что называется, выскребать, выгрызать все эти мячи, и, ну, был так немножко... Рисковым. Рисковым, да. Не было ни Крупенина, ни Соломина, которые успешно эту работу делают, ни других игроков. Думал поставить Каченко, который у нас играет последним защитником, и очень неплохо, в серединку. Но потом все-таки сделал, как сделал. Это сработало. То есть в скорости мы превосходили. Получается, тренерская победа выходит? Да нет, это все равно побеждают игроки. Просто они сделали то, что хотели, и самое главное, это была командная победа, командный настрой, самоотдача, взаимовыручка. Ну и в исполнении они превзошли Феникс. Владимир Борисович из категории тренеров, которые побеждают, команда проигрывает тренер. Вот Леонид Федун, например, считает, что тренер это не более 10% успеха. Вы как считаете, больше процентов? Да, проценты считать. Все равно на поле игроки играют. И если, чего бы тренер не придумал, если игроки не исполняют, то грош цена и победы не будет. Ну вот вы сказали про тактику 3-2-2. Это, можно сказать, атакующая тактика. Она не изменяется в течение этого сезона? И не чревато ли играть со всеми такой тактикой? Ну, в ряде случаев мы где-то по ходу меняем тактику. И как команда реагирует на смену тактики во время игры? Многим это не нравится. Откровенно. То есть, все зависит от того, где и в какой точке должен оказаться игрок. По сути, мое желание, это то, чтобы на каждой позиции игрок мог сделать то, что надо. Нападающий, если окажется на позиции защитника, отработал в защите. Защитник, оказавшись впереди, должен забить мяч или точно отдать передачу. И решить ситуацию в свою пользу. Все это из момента складывается. Мне очень понравилось, на меня произвел впечатление футбол голландцев с 1972 года. Мой любимый игрок Кройф, мне тогда было 9 лет, я влюбился в эту команду в стиле ее игры. Я считаю, что тот тотальный футбол, да, это самый правильный футбол. То есть, у вас получается команда универсалом. Защитником может оказаться и забить мяч, а нападающий отработает сзади. То есть, у вас универсальная команда. Да, стремимся к этому. Интересно. Такой своего рода Аякс сетвинских полей, да? Ну, наверное, своей бесшабачностью еще тоже добавляет, добавляет. Ну, вот сейчас седьмое место. Наверное, шансов на повышение в классе в этом году нет. А следующий год он должен взрывным для вас, прорывным для вашей команды быть? Ну, мы надеемся, потому что этот сезон нас многому научил. Ряд игроков на тех, на кого мы рассчитывали, ну, в общем, не пошло в них. Причем даже хорошие ребята. Но вписаться вот в эту раменскую химию, которая между игроков, крайне сложно. Ведь я говорил уже о том, что ребята некоторые знают друг друга с 7 лет. То есть они с первого класса многие вместе. И создавали команду ребята-одноклассники. Но у вас же вся команда с раменок, да? Не вся. Не вся. Основная часть где-то. Сновная часть. А, где-то между двух третей и трех четвертей. Из одной школы, из одной парты, да? Ну, да. У нас 6, наверное, человек с одного класса. Редкий случай. Да. Несколько еще вот из других более младших классов. Тимурзиев помладше на год, Харидинов, Блатов, Соломин. Они тоже с района пришли. И все они учились в одной школе? Нет, Блатов, Соломин нет. А вот эти вот все, и Тимурзиев, и Харидинов, я посчитал, ну, где-то человек 10. Они с одной школы. Согласитесь, это уникальный случай, Максим. Да. Вот я по себе помню, в школе даже, ну, 1-2 могли там заниматься где-то, играть. Там старшие классы, там 1-2 максимум. Даже на команду не всегда собиралась. А тут практически целая команда, и чуть ли не в одном классе. Ну, это уникальный случай на самом деле. Ну, и сплоченный очень коллектив, да, случай уникальный. Коллектив у вас сплоченный. Я смотрю, вот, в Инстаграм вашу страничку смотрю все время. После, там, до игр обязательно анонс выкладывается. И после игр, после каждой игры ребята вместе собираются и фотографируются после каждого матча. То есть, сплоченный. Ну, ребят, сплоченность, конечно, безусловно, есть. Но эта сплоченность, конечно, и на уровне и шуток, и подколов, и как они между собой общаются. Мне иногда это не понутру, да, и непонятно. Но они разговаривают иногда на своем языке. На сленге. Финале чемпионов смотрели, кстати, коллективом или каждый поднялся в этом? Нет. У нас, ну, так получается. Мы собираемся регулярно. Там у нас есть место в Раменках, место сбора. Максим его, может быть, знает. Да, у нас просто дело в том, что Атлетика тоже с района Раменки. Там же собирается. Да, оказывается, у нас выяснилось, что Раменская дерби. Так, скажем, база. Атлетика, Феникс, Раменки, да. Но я не знаю, какой вы из баров выбрали. Да, я думаю, тот же, Дурдин. А, Дурдин, который... Да, на площади Инди Рыгаль. На площади Инди Рыгаль. Конечно. Там и ЦДН-2, кстати, свой корпоратив вместе с ЦДН. Мне кажется, это твоих рук делайся. Ну, где-то, да, мнение сказал насчет хорошее место. Ну, редко мы собираемся, но у нас как бы по результатам сезона мы неким стимулом стимулируем, там, не в материальном плане, а какие-то ценные призы лучшему игроку, лучшему бомбардиру. Там определяется голосование, лучший игрок. То есть это у нас... Присутствует. Присутствует, да. Кто-то активнее участвует в этой общественной жизни, кто-то нет, кто просто приходит поиграть. Но в Дурдин многие приходят с удовольствием, да. В общем, интересная жизнь для того, чтобы коллектив жил, да, рос и как-то было в расплочении вот это. Владимир Борисович, давайте поговорим о втором дивизионе. Несколько слов. Вообще, в целом уровень, как вам нравится? Нравится? Ну, мне сначала показалось, что общий уровень, я не беру первые 10 команд, там где-то 10-11, в том сезоне был повыше. К концу сезона немного изменило мнение. Потому что, смотрите, снялась всего лишь одна команда в нашем 2б. Гренадин, к сожалению. Да, Гренадин, да, к сожалению, снялся. Вот. Но до последнего момента бьется. Вот возобновленный Вильфранш оттуда, вернее, из Гренадина оттуда ушли игроки. Ну, было, и да. А его семерку отгрузили в последнем туре Гренадина. Мы вообще в шоке были, да. И 0-3 проигрывали. Ну, вот. А Вильфранш мы проиграли. Это тоже относилось... Уже обновленному Вильфраншу. Обновленному Вильфраншу мы проиграли. Но тогда, к сожалению, эти майские потери Вильфранш-Альтерон, два поражения, они сказались на нас. К сожалению, люди разъехались. У многих это было запланировано заранее. Кто-то травмировался, кто-то приболел. В итоге мы с Вильфраншем вынуждены были играть минус один. Это такая ситуация. А с Альтероном не настроились должным образом. Вот 6 очков, и сейчас 4 тура до окончания, и могли бы побороться за стыки-то однозначно. Да мы потеряли значительно больше и значительно раньше. И поражение с Армадой в первом круге, потери со Скифом Можайским, когда мы зачем-то пропускали в первом тайме по 3 мяча, потом бежали отыгрываться, и отыгрывали только по 2. Ну, конечно, по сравнению с прошлым сезоном мы даже по очковости прибавили. Мы в прошлом году были девятые, а сейчас за несколько туров до конца мы очков набрали больше, чем в прошлом году по итогам сезона. Еще есть шанс превзойти. Да, это уже превзошли, да, вот насколько превзойдем. Поступательная динамика присутствует. А поступательная динамика присутствует с самого начала игры в ЛФЛ. Вот мы начинали с 4-го дивизиона. Какой это год был? Это был год 13-й. Команда создана в 2011 году. 11-й, 12-й мы играли в ТДК, 12-й, 13-й мы играли в ТДК, а вот 13-й, 14-й это был первый год. И мы заняли 10-е место. В 4-м дивизионе. В 4-м, да. И в следующем году уже тоже сыграли одну игру в 4-м дивизионе, и там кто-то выбыл, и нас по спортивному признаку, как первых на листе ожидания, подняли вверх. Вы сразу согласились? Да, мы сразу согласились, и в том сезоне мы заняли 8-е место в 3-м. Потом был обидный сезон, но закономерный. Мы заняли 6-е место, проиграв все сами на финише, и в решающем матче проиграв Викторией. Кстати, очень хорошая команда. А, Викторией, которая сейчас в 2-м. Да, да, да. Им бы только состав собирать, да? Да, прекрасная команда, им бы состав собирать, очень интересно с ними играть. И мы, у нас был вариант, либо 4-е, либо 6-е. То есть мы, если 4-е были бы за стыки. И вышли бы, да? А, в стыки попали. В стыки, да, попадали. Все или ничего, да? Да. Ну тогда был хороший очень состав. В том году были «Экспресс», «Виктория» была. «Экспресс» по сути, сейчас «СПК Юг» по большому счету. Нет. «СПК Юг» он был раньше. Владимир Борисович, у вас какие-то выкладки с собой. Да, у меня тут пометка была. Это, да, да. Ну, статистику нет. «Экспресс», «Виктория» и «Реактор» был. «Реактор» тоже была хорошая команда. Там братья Стофеева играли, как помню. Были очень приличные. И «Петроинжиниринг». Ну, ничего. Наказали нас за несобранность. «Виктория» делал по делу, а мы по делу не прошли в стыке. На следующий год мы уже были вторые. Первые были «Кунцево», вторые были мы. Вот тот год очень стабильно. Серьезно команда отыграла. В команде Витя Блатов адаптировался с «Соломиным». Виктор Блатов, который играл у нас здесь в «Техносилие» высшей лиги, да? Сейчас, по-моему, в «Империале» он там на юге играет, да? Нет, он сейчас играет в «Мю-Пи» на юго-западе. А, перешел? В «Мю-Пи» три звездочки, да. Потому что на юг очень долго ездить. На «Континентальной» футбольной он в «Лиге» играл, да. Он с удовольствием играл за «Техносилу», да. Он же выступал здесь. Да, он с удовольствием, кстати, играет за нашу команду на других турнирах. На «Зимнем Кубке» играли. То есть мы продолжаем контактировать. Он на тренировке к нам приезжает. Ну, он буквально сколько? Года полтора, наверное, за вас уже играл. Я помню, вот мы «Атлетико» играли, он против нас выходил. Да, он ушел перед концом прошлого СЗО. На повышение? «Техносилу». Мы потихонечку, у нас в нашем эфирное время заканчивается. Еще пару вопросов про второй дивизион. Во-первых, Максим, к тебе тоже вопрос. Импульс, реально ли его обыграть? Татьяна Борисовича, вы две игры уже провели с ними, да? Две успешно проиграли. Ну, как и все. Играть очень интересно. Нет, проиграли мы там много. И импульсом играть в открытый футбол практически нереально. Вот, великолепная работа нападения. И они блестяще наказывают. Процент реализации, конечно, фантастический. Исполнительское мастерство. Исполнительское мастерство. Это единственная команда, которой мы проиграли оба матча. Со всеми остальными мы где-то что-то брали. Должок у нас остался перед Армадой. Мы проиграли им в первом круге 1-3. Но надеемся, что возьмем бреванш. Но импульс. Думаю, эта команда может быть даже не первой лиги. А премьерки. А, считайте, что они могли бы и выше лиги? Могли бы, да. Ну... С некоторым укреплением, естественно. Ну, с некоторым укреплением. Это такой вопрос очень витеватый, на самом деле. Ну, голый контейнер. Для нас камень. Михаил, для нас камень. И цирки у Рамоса. Ну, возможно, да. Именно для нас каменьки, чтобы была. И пара человек там в защиту. Но все-таки я считаю, что вот... Ну, надо брать топовых, когда. Если там нескольких игроков, да, импульс, то надо топовый брать. Потому что за счет двух игроков, ну, невозможно. Нет, у них больше. У них человек 5 очень хороших. Ну, вот выделяются Минич и... Минич, Лямц и Лямц. Деев и в середине у них молодой парень. Они очень неплохо играют. А также последний. Клим Канатив. Канатив, да. Канатив, да. Техничный парень. Ну, опять же, мы смотрим на фоне второго дивизиона. Здесь все-таки сложно судить о том, что... Согласен. Первая лига, наверное, потяга. На самом деле, какой уровень. Первую лигу будет очень интересно посмотреть. Тем более, что в первой лиге импульс играл же. И успешно весь первый круг шел в двойке даже. А потом уже, когда разобрали в магистраль лидеров, да, в том числе, там Ислам Фарманов играл, Таймасов тоже, Кирилл тоже там был. Вот. Тогда они уже заняли шестое место в итоге. То есть, первый дивизион для них не чушь. Ну, вот, зато у нас с импульсом все понятно. У нас интересно дальше все, что идет. Это Барс, Заречья, Ватутина, Феникс 9. Макс, ну и твои, в принципе, относительно ты недалеко все-таки. Ну, дело в том, что, может быть, недалеко. Мы там сейчас одержали 7 побед подряд. И приблизились к, уже получается, Феникс 99, благодаря вам. И Ватутина, да, на 3, на 4 очка. Но дело в том, что календари уже, не в обиду остальным командам, но у них легкие календари. И, как я говорил, еще сколько там, 4-5 туров назад мы вот свое потеряли, проиграв Барсу и Феникс 99. Ну, вот, по сути, игра, которая вот за оставшиеся туры осталась Барса и Феникс 99. Они сыграли выходные, мы сыграли. Да, поздравляем с победой команда Барса. Спасибо, да. Сумасшедший матч, мы смотрели его, да. Специально пришли. Да, Максим, я помню. Смотрели, да. Но, по сути, я согласен с тобой, что у нас, наверное, и у Заречи, у Ватутина календарка будет уже легкий, да? Так и останется, как вы думаете, распорядок команд? Я думаю, что четверка, понятно. Ватутина за нас болела. Мне эта команда очень симпатична, у нас хорошие взаимоотношения с ними. Матохин, Солганюк. Солганюк за нас иногда даже поигрывал на зимнем кубке. Мы очень рады, что у Ватутина это получилось, потому что это реальная команда. По сравнению с прошлым годом усилилась Заречи. Все закономерно. Вообще, чемпионат – это очень закономерная штука. Это не кубковая игра, на которую можно собраться, а вот чемпионат расставляет. И считаю, что вот эта лидирующая четверка, она закономерна. Я думал, что Феникс 99 сыграет получше. Но у них, оказывается, есть проблемы и с несбором. Смотрите, в принципе, у них не такое критичное отставание от Ватутина всего один балл. Теоретически могут Заречи, скорее что вряд ли. Но вот то, что реально, обогнать Ватутина, как вы думаете, сможет Феникс 99? Ну, думаю, извини, Максим, после того, как Ватутина за нас так поболела и верила в нас, они на трибуне сидели. Я им сказал, что все теперь в вас. Вам надо просто все выигрывать и ничего не терять. Я думаю, что Ватутина не отдаст. Эта команда, реально, как команда, волевая, дружная, со всеми проблемами, как у любой команды внутри. Но когда перед ними стоит цель, вот такая цель, я думаю, что они этого добьются. Я соглашусь с Владимиром Борисовичем. Я думаю, что Феникс 99 выиграет все оставшиеся четыре матча, но Ватутина не совершит осечку. Ну, то есть положение, вот сейчас турнирная таблица, которую мы смотрим, оно, в принципе, останется неизменным. Ну, если Барс ничего не отдаст. Вот там внутри, со второго по четвертое может что-то измениться. Но, я думаю, вы не собираетесь этого делать. Ну, вроде как нет. Да, с Дмитрием Юрьевичем мы разговаривали, вот буквально вчера. И он сказал, что мы очков не планируем никому отдать. Ну, хотелось бы, да, потому что дело, футбол, дело такое. Владимир Борисович, вы принесли какую-то фотографию, покажите нам, пожалуйста. Что это за фотография? Ну, это фотография. Причем не одна, как я вижу. Ну, дело в том, что я сегодня был дома, и на компьютере. Вот эта фотография, это еще с турнира дворовых команд. Это с чего начиналась команда. Феникс Раменки, это 11-й год как раз. В Лужниках. Какие юные лица. Да. И вот, если посмотреть, Смирнов, Саша Лизнов, Дима Харидинов, Ваня Холмов, Женя Полтавский, Кирилл Хусейнов, Макс Крупенин. Вы посмотрите, они все сейчас в команде. Все абсолютно. Ну, и тут, конечно, это один из самых талантливых игроков. Он мог бы играть сейчас на любом уровне. Это Саша Шевченко. К сожалению, он сейчас не играет в футбол. Сказалось то, что травмы. Ну, и он так не восстановился. Ну, вот такое. Это уже первый сезон. И практически те же ребята. Та же команда, тот же состав. Ну, вот так вот. А это уже, кстати, могу подарить. Это игра с Барсом была, когда мы у вас на последней минуте, помните? Залетел к вам 4-4, да, было. На последней минуте Сережа Брусков там отдал. Вот. И то, что этот командный костяк, командный дух держится. И, наверное, недаром Фениксом называется. Это Ваня Холмов назвал, остальные поддержали. Кто-то добавил Раменки. Так вот Феникс Раменки и живет. Ну, учитывая, что у нас Фениксовый вообще дивизион и зона. Да, у нас есть Феникс 9, Феникс 99. Совсем недавно в 2 был просто Феникс. Ну, и Феникс Раменки, конечно. Ну, да. Владимир Владимирович, последний нефутбольный вопрос. Вот вы должны были улетать, мы вас практически успели поймать. У вас раздельная работа, вы где-то путешествуете, да? Связано с работой или... Ну, к сожалению, я сейчас вынужден жить на 2 города. Я работаю в Петербурге основное время. Ничего себе. А живу в Москве, летаю каждую неделю туда-сюда. Тренировки организовывают ребята. В этом году это легло на плечи, опять же, Саши Лизнова, сына моего, капитана. Ивана Холмова, который очень активно помогает. К сожалению, он у нас сейчас тоже в армию уходит на год. Ну, ничего страшного. Вернется и город-то из армии зимой. То есть вот у нас... Текущий процесс такой. Да, уже процесс, мы начинаем к нему привыкать. Посмотрели на Смирнова, ничего страшного, с ним не случилось. Хрюкин был в армии. То есть ребята, они... То есть через год-два уже все отслужат и все будет на месте. Иди составцы берем. Первая лига трепещи. Ну, да, по крайней мере все залечатся, надеюсь. И в следующем году мы все-таки рассчитываем, что будем бороться за первую лигу с этим составом. Я считаю, что это можно сделать. Но улетаю я немножко по другим крещинам на дней 10, а дня... Ой, извините, две игры. Без меня ребята будут руководить, посмотрим, как они... На суть всего отдохнуть, да? Ну, я еще занимался парусным спортом. Вот полечу на регату. Ничего себе. Нет, я занимался действительно. Два спорта в моей жизни было. Парусный спорт и футбол. А вы же поиграли, я так понял, что на профессиональном уровне, да? Нет, на профессиональном я не играл. Я играл только на любительском. Это уровень был команд КФК, в армии играл я за авиатор. Я заканчивал уже в мини-футболе. А авиатор это какой город? Это под Ешкаролой было. Я играл тогда на империусе Марийской АССР. Поэтому Мариэл сейчас. А в Троицке тоже, да? Нет, в Троицке мы просто с ребятами встречались, потому что они играли с другую команду. Мы потом уже сошлись вместе. У них очень хорошая команда была. Там просто ребята жили. Это на турнирах ТЭК мы сходились, но у нас хорошая команда была. Владимир Борисович, мы вам желаем удачно съездить на регату. Возможно, ее выиграть. С хорошим настроением съездить. Провести замечательное время. Отдохнуть. Вашей команде желаем мы побед. И чтобы в следующем сезоне уже вы сделали качественный скачок во втором дивизионе. Спасибо. Будем стараться. Владимир Борисович Лизнов, тренер Феникс Раменки был у нас в гостях. Друзья, ну а мы увидимся с вами через две недели. Михаил Мяков, Максим Киселев. До свидания. Спасибо.